Это большая честь для меня здесь сегодня наступать. Я работаю в Высшей школе экономики в Санкт-Петербурге и в Воронежском государственном педагогическом университете. Я хочу рассказать о анализе семантической связности в корпусах текстов для задач логистики и смежных областей. Частично этот доклад основан на материалах диссертации, которую я защитила в этом году. Что такое семантическая связность в корпусах текстов и что я сегодня о ней расскажу. Во-первых, я расскажу о теоретической основе этого понятия и о том, как оно формулируется, как оно формализуется и как вычисляется семантическая связность. О задачах, к которым применяется вычисление семантической связности в лингвистике для идентификации лексических ошибок и метафоры, а также задачах в других областях, в частности, в диагностике психопатологии. Я также представлю результаты экспериментального исследования семантической связности в корпусах текстов на русском языке, которые я делала вместе со своими коллегами. Что такое семантическая связность и откуда у нее ноги растут? К теоретическим предпосылкам можно отнести дистрибутивно-семантическое моделирование, а также некоторые теоретические положения о соотношении парадигматики и синтагматики. В формализации семантической связности нужно упомянуть тематическую связность, откуда вычисление связности, собственно, пошло. И я расскажу о линейной и синтаксической семантической связности. Дистрибутивно-семантическое моделирование. Наверное, многие знакомы с этим явлением. Оно основано на дистрибутивной гипотезе, которая заключается в том, что слова со сходной встречаемостью будут иметь сходное значение. В последние десятилетия дистрибутивно-семантические модели широко и успешно применяются для решения большого круга задач, включающих анализ семантических отношений в Мексиконе. Это как разрешение лексической неоднозначности, оценка синонимии, семантической соотнесенности слов. И такие разработки ведутся как на материале английского, европейских языков, так и на материале русского языка. Стоит упомянуть современные дистрибутивно-семантические модели на основе нейросетей. В частности, в своих исследованиях я использовала модель, основанную на технологии World2Vec, представленной Томашем Николовым, и модели, созданные Андреем Кутузовым в рамках проекта «Рус Викторос». О соотношении синтагматики и парадигматики сказано много, в том числе отечественными исследователями. И здесь мне хочется подчеркнуть, что метафоризация представляет собой границу синтагматики и парадигматики. И в том числе поэтому она представляет особенно яркое явление для исследования. Тематическая связность. Что это такое? Она была представлена Ньюманом и коллегами в 2010 году. И изначально задача заключалась в формальной оценке тематических моделей. То есть производилось тематическое моделирование на основе какого-то корпуса текстов. И нужно было как-то оценивать формально его результаты. И вычисление тематической связности в этой работе сравнивалось с экспертной оценкой связности и интерпретируемости полученных тем в ходе тематического моделирования. Тематическая модель была представлена как распределение наиболее вероятных для темы 10 слов. И тематическая связность вычислялась как среднее попарное сходство между словами, которые представляют тематическую модель. При этом это сходство между парами слов вычислялось как на основе словарей, тезаурусов, википедии, поисковых систем, так и на основе векторов, представляющих данные слова в дистрибутивно-семантических моделях. Такое вычисление тематической связности было позаимствовано в работе Эрпло и Екатерины Кочмар в 2016 году и применено к задаче выявления лексических ошибок. Они брали контекстное прилагательное плюс существительное на материале английского языка и пытались выявить ошибочные, прилагательные или существительные на основе параметров линейной семантической связности. То есть они вычисляли связность в рамках контекста, а также связность в рамках контекста с исключением прилагательного или существительного. И предположение заключалось в том, что если связность контекста без прилагательного или существительного значительно отличается от связности контекста вместе с прилагательным и существительным, то прилагательное или существительное Они использовали британский национальный корпус для обучения дистрибутивно-сематической модели. Для эксперимента они использовали машину опорных векторов и дерево решений. Они повысили точность классификации по сравнению с бейзлайн на 4%, и в том числе контекстно-независимого золотого стандарта на 3%. Из этого мы делаем вывод, что семантическая связанность помогла им выявлять лексические ошибки в текстах, изучающих английский язык. Семантическая связанность с синтаксическим контекстом была описана в статье Екатерины Шутовой по автоматической идентификации метафоры в 2016 году. Задача заключалась в том, чтобы автоматически идентифицировать метафору в парах слов, в синтаксических связях глагол с субъектом, глагол с объектом и прилагательное с существителем. О контексте там речь не шла, то есть речь именно о парах слов. На материале английского языка тоже. И там были разные параметры, но в качестве одного из параметров использовалось косинусное расстояние между двумя словами в паре. А также, это вообще работа по мультимодальному выявлению метафоры, там были также визуальные параметры на основе распознавания картины. Но здесь для меня значение имеет именно лингвистические и семантические параметры. В качестве корпуса для дистрибутивно-семантической модели использовались тексты Википедии, и они строили тоже вот эту модель на основе технологии Word2EG. Они экспертно назначали пороговые значения для параметров семантической связности, то есть если семантическая связность в паре слов ниже определенного значения, тогда они делали вывод о том, что данная пара представляет собой метафору. И именно на основе вот этой меры косинус были достигнуты неплохие результаты для идентификации метафоры. Меры F1 от 0,71 до 0,76. Какие мы можем сделать выводы? Семантическая сочетаемость, ее можно измерять, шкалировать. Это можно делать как раз с помощью семантической связности. Для этого можно эффективно использовать дистрибутивно-семантические модели. И с помощью семантической связности мы можем измерять именно типичность семантической сочетаемости. Такие явления, как прямые словоупотребления, метафора и лексические ошибки, отличаются своими характерными значениями параметру семантической связности. И нужно сказать, что это все показано на материале пока английского языка. Об анализе семантической связности в междисциплинарных задачах. Во-первых, я расскажу о том, при чем здесь психопатология и как с ней соотносится семантическая связность. И приведу несколько результатов экспериментов на эту тему. В исследованиях шизофрении у психиатров давно есть понятие дезорганизованной речи, которая включает в себя бессвязность речи. Также говорят, психиатры говорят о таком симптоме, как расстройство мышления. И это включает в себя, если перечислить то, что нам интересно как лингвистам, бессвязность, так называемую скачку идей, разорванность и уклончивость. Интересным в данном контексте представляются замечания психоаналитиков, которые впервые обратили внимание на смысл того, что происходит с человеком при психопатологии, в отличие от тех же психиатров. И вот с точки зрения психоаналитической диагностики, нужно сказать, что о психотической организации личности говорят как о психике, которая наделяет ситуации индивидуализированным смыслом. И это, на мой взгляд, является как раз связующим звеном для нас и может помочь нам понять, почему при оценке психопатологии нам могут помочь семантические модели и оценка семантической связности. Я перечислю несколько экспериментов, в которых оценка семантической связности используется для диагностики шизофрении, нарушения мышления и предсказания наступления психоза. Во-первых, было несколько экспериментов на материале английского языка, где дистрибутивно-семантическая модель для измерения семантической связности была построена на основе латентно-семантического анализа, а также на основе технологий Word2Vec и глав. В качестве параметров семантической связности использовались как косинусная мера расстояния между словами, также между высказываниями, как соседними, то есть семантическая связность первого порядка, так и между высказываниями через одно, то есть второго порядка. А также семантическая связность между предложениями. Авторы назвали такие меры уклончивостью, то есть скорость уменьшения семантической связности предложения с вопросом. На самом деле здесь, наверное, стоит... Я буду дальше говорить, тут будет понятно. Задается вопрос, и пациент отвечает. И чем быстрее его ответ становится дальше по семантике от заданного вопроса, тем выше так называемая уклончивость. Это формальное понятие. И бессвязность. На самом деле бессвязность оценивается как раз как мера средней связности между соседними предложениями в тексте. Также в этих исследованиях были предложены дополнительные параметры, которые не связаны с семантикой. Это грамматические показатели частотной части речи, численные показатели длина высказываний и число местоимений с неоднозначной анафорической отсылкой. В качестве респондентов приглашались пациенты с диагнозом шизофрения, а также контрольная группа, то есть здоровые, говорящие на английском языке в данном случае. Также была известна информация о степени нарушения мышления у пациентов с диагнозом. В качестве методов использовалось исследование устной речи на английском языке и вычислялись следующие меры. Корреляция нарушения мышления и семантической связности, а также различия в семантической связности между следующими группами. Между пациентами и здоровыми, между пациентами с высоким и низким нарушением мышления, а также пациентами с высоким нарушением мышления и здоровыми. В качестве корпуса для построения семантической модели во всех этих работах используется корпус обучающих текстов, которые считаются, что говорящий на английском языке сталкивается со всеми этими текстами ко времени поступления на первый курс университета. Это 69 мегабайт текста, 92 тысячи уникальных слов. Какие эксперименты проводились? Во-первых, испытуемых просили дать ассоциации слова-стимулы, и в таком случае вычислялась средняя семантическая связность между стимулами и словами-реакциями. Также было задание придумать за одну минуту максимальное количество слов, принадлежащих какой-то категории, например, животным. Тогда вычислялась средняя семантическая связность между соседними словами, названными испытуемыми. Также было предложено дать свободные, развернутые ответы на вопросы типа «что такое демократия?», «что нужно делать для того, чтобы попить кофе?» и какие-то такие вопросы ежедневные, бытовые, либо более философские или социально острые. В таком случае для измерения семантической связности использовалось подвижное окно слов от двух до восьми, и вычислялась скорость уменьшения семантической связности внутри окна. То есть, как я уже сказала, вычислялась семантическая связность окна с заданным вопросом. И чем быстрее в ходе текста ответ на вопрос уходил от темы, тем выше была так называемая уклончивость. Также эти оценки уклончивости и связности использовались для того, чтобы предсказывать собственный диагноз на основе сходства между историями, рассказанными пациентами в пункте 3. Также нужно упомянуть, что были проведены интервью о ходе болезни и выздоровления, и на основе них также вычислялись параметры семантической связности. И были обработаны устные ответы на несколько вопросов на социальные темы в течение 15-30 минут. В качестве экспериментальных групп можно перечислить несколько групп, но на самом деле надо заметить, что во всех случаях это очень маленькие группы, то есть это в лучшем случае десятки пациентов и соответствующее число участников контрольной группы. То есть на самом деле в одной из работ указано 14 респондентов, среди них 9 пациентов и 5 здоровых. Понятно, что это очень маленькое число для каких-то далеко и удушных выводов, но с другой стороны мы также понимаем, что набор таких групп очень сложен в связи с тем, что кооперация с психиатрами ее не хватает. И какие результаты были получены на материале вот этих исследований? Ну, во-первых, были показаны значимые корреляции между семантической связностью и нарушением мышления. При этом чем выше нарушение мышления, тем ниже семантическая связность, как в текстах, так и в экспериментах на ассоциации. Были показаны значимые различия между высоким нарушением мышления и здоровыми, также высоким и низким нарушением мышления, и, естественно, между пациентами и здоровыми с точки зрения семантической связности. Также полученные метрики показывали высокую корреляцию с экспертными оценками о клончивости, связности и содержательности. То есть, когда человек читал текст и сам пытался оценить, насколько данный текст является связанным. Данные параметры применялись для того, чтобы предсказывать диагноз, нарушение мышления и наступление психоза. И во многих случаях было получено высокое качество предсказания, но здесь нужно оговориться, что, я говорю о трех исследованиях, в каждом из исследований были использованы дополнительные лингвистические параметры, как я уже сказала, части речи или местоимения, или численные параметры. Немножко другая работа о семантической связанности на материале немецкого языка в диагностике шизофрении вышла в этом году. Там использовались модели на основе похожих технологий, и также использовались меры угончивости и бессвязности, которые вычислялись таким же образом, как в предыдущих работах. Примерно такое же количество респондентов, тоже десятки. И в качестве материала использовались устные ответы на вопросы интервью об эмоциях. И здесь они получили немножко другие результаты. Они говорят о том, что параметры семантической связанности очень мало на самом деле коррелируют в их выводке с нарушениями мышления и с диагнозом. И большой вопрос заключается в том, почему так. Например, они использовали семантическую модель, в которой не было никакой морфологической обработки. Для английского языка такая модель приемлема, для немецкого языка, видимо, такая модель не совсем хороша. Может быть, в этом заключается причина того, что они не получили результата. Может быть, нам нужно осторожнее относиться к этой гипотезе, о том, что семантическая связанность действительно нам что-то говорит о нарушениях мышления и о психопатологии. Может быть, проблема заключается в различных характеристиках обучающих корпусов. В любом случае, было бы очень интересно посмотреть, что происходит с такими данными на материале русского языка. И в том числе, потому что здесь можно применить морфологический анализ как текстом, так и использовать модель, которая построена с использованием морфологического анализа. И в этом плане получить дополнительные данные плюс к английскому языку и немецкому языку. И я хочу рассказать кратко о экспериментальном исследовании семантической связанности на материале русского языка, в котором я принимала участие. Во-первых, это автоматическая идентификация метафоры, эфорических употреблений некоторых русских глаголов, а также это использование параметров семантической связности для автоматической атрибуции авторства на русском языке. Задача автоматической идентификации метафоры как раз была посвящена моя кандидатская диссертация. Задача заключается в том, чтобы применить параметры семантической связанности и идентифицировать метафорические словоупотребления глаголов в противоположность прямым словам употреблениям. В качестве данных мы использовали около тысячи размеченных контекстов прямых метафорических словов употреблений для девяти русских глаголов. Это глаголы бомбардировать, взвесить, взорвать, выкраивать, зажигать, очертить, пилить, разбавлять, распылять. Для каждого глагола было примерно девяносто девять контекстов и примерно половина была представлена метафорическими контекстами. Разметка была сделана одним разметчиком, но предварительная процедура вот такой разметки показала очень высокую согласованность. Поэтому один разметчик мы считали, что нам его хватает. Вот некоторые примеры прямых и метафорических слов употреблений. в нашем корпусе. Например, с помощью карандаша для губ очертите контур. Или разве недостаточно разумительно очертил в юбилейной статье Димитров тактику Коминтерна. Мы использовали два вида параметров семантической связности. Во-первых, это семантическая связность с синтаксическим контекстом, когда мы считали семантическое сходство между глаголом и словами, синтаксически связанным с глаголом. А именно, мы использовали связи типа субъект, прямой объект, непрямой объект, обстоятельства и сочинения. Здесь представлены также примеры контекстов из нашего корпуса и примеры того, как наш анализатор разобрал эти контексты. То есть, какие слова в данном случае играют какие синтаксические роли и как они учитываются в вычислении семантической связности. Также мы вычисляли параметры линейной семантической связности, когда мы посчитали попарное сходство между словами в контексте вместе с глаголом, а также отбросив глагол из контекста и разность между значениями вот этого среднего попарного сходства. Здесь представлены примеры из нашего корпуса и в данном случае в контекст плюс-минус два слова глагола распылять у нас получилось в первом предложении в примере для прямого значения это давление, мелко, окружающий воздух. Во втором случае для метафорического значения глагола распылять это политические амбиции, ресурсы, сосредоточиться. В качестве дистрибутивно-сематических моделей мы использовали модель на основе национального корпуса русского языка около 100 миллионов словопотреблений, а также национального корпуса и Википедии чуть меньше 300 миллионов словопотреблений. Наш эксперимент был основан на алгоритме машиноопорных векторов на трехкрасной кросс-валидации и мы посмотрели результаты для каждого глагола отдельно плюс в комбинированной классификации для всех глаголов вместе. Мы получили точность автоматической идентификации метафоры для разных глаголов очень разную от 0,56 до 0,93. В среднем 0,68 и в мере 0,71 для комбинированной классификации для всех глаголов. За исключением пары глаголов в общем мы можем сказать, что глагольную метафору можно успешно идентифицировать с помощью предложенных параметров семантической связности. Некоторые проблемы представляли ошибки синтаксического разбора, но как раз линейная семантическая связность позволяет эти проблемы преодолеть, когда мы не учитываем синтаксический разбор. также мы выявили, что есть некоторые характеристики дистрибутивно-семантической модели, которые позволяют улучшить качество идентификации метафоры. Это, во-первых, объем представленности глаголов данной модели, а также представленность прямого значения глагола данной модели. Я также хочу сказать пару слов об эксперименте по автоматической атрибуции авторства на основе семантической связанности. Мы хотели провести эксперимент по атрибуции авторства в сценарии, где у нас несколько разных тем. И мы используем традиционные параметры, которые применяются в данной задаче. Это эрограммы символов слов частей речи. И также исследуем, как работают параметры семантической связанности в данной задаче. Для этого был составлен сбалансированный корпус по авторам и темам. в постановке задачи мы пытались максимально приблизиться к реальной криминологической экспертизе. То есть мы использовали небольшое количество документов для автоматической классификации. А также мы использовали такой сценарий, когда для каждого автора у нас был только один документ. И нам нужно было выбрать подходящего автора для третьего документа из предложенных двух. и здесь конечно никакое машинное обучение не работало и мы использовали методы оценки сходства ближайших соседей. В качестве параметров мы использовали нграммы символов лем и частей лечья. Длина от грамм от 1 до 3. Мы использовали по сотне наиболее частотных нграмм из каждой группы, то есть всего 300 нграмм. в качестве параметров семантической связанности мы вычисляли среднее попарное сходство между словами в подвижном окне от 3 до 8 слов. И для этого мы вычисляли среднее стандартное отклонение минимум максимум а также профессионители. И так мы получили 36 параметров семантической связности. в качестве данных мы подобрали письменные тексты от 5 авторов на 3 темы. Это 7 документов от автора по тесту тематической перцепции описания картинки, рассказ про вчерашний день, 2 документа от каждого автора и на 2 темы из 6 по выбору. То есть это всего 55 документов. В качестве дистрибутивной семантической модели мы использовали модель Word2Vec национального корпуса плюс Википедии. В качестве частеречной разметки построение модели было использовано Майстем и мы в эксперименте тоже использовали Майстем. Было два режима сценария эксперимента. Во-первых, это автоматическая классификация, когда мы обучались на двух темах и пытались классифицировать третью тему. А во-вторых, это вот та самая парная оценка сходства, когда мы пытались вычислить для ключевого документа, какой же автор из двух его написал. При этом для каждого из двух так называемых обучающих документов при этом обучающая выборка была представлена всего двумя документами. Одним для одного автора и одним документом для другого автора. По нашим данным, это как раз наиболее близко к реальной криминологической задаче. Ну и нужно заметить, что в нашем сценарии мы получили очень разное соотношение между темами и авторством. И особую сложность представляет то соотношение, когда документ того же автора принадлежит другой теме. То есть когда информация о теме идет против информации о авторстве. Результаты эксперимента по классификации. Здесь я привожу два наиболее высоких результата для каждого вида настроек. Видно достаточно выше, чем бейслайн случайный, чем 0,5. Потому что леммы и символы не позволяли нам подняться выше, чем 0,55. Части речи и семантическая связанность позволили нам повысить наш результат до 0,6 в этой сложной группе. Более простые группы хорошо обрабатываются с помощью лем и символов, н-грам, лем и символов. И здесь не так критично добавлять части речи и семантическую связанность. Как я уже сказала, результаты очень сильно зависят от типа соотношения тем, и семантическая связанность оказалась полезной, потому что не зависит от тем. То есть она эффективна, особенно в сложных межтематических сценариях, когда тематически зависимые параметры практически не работают и дают нам ложную информацию скорее о сходстве тем документов, чем о сходстве между авторством документов. Я хочу сделать такие выводы, что семантическая связанность на основе дистрибутивно-семантических моделей представляет количественную оценку семантической сочетаемости, которая может эффективно отражать целый ряд генетических явлений. Это лексические ошибки, метафоризация, в том числе это было показано нами на материале русского языка, индивидуальные особенности идеалекта в письменной речи на материале русского языка, нами это было показано, а также нарушение речи при нарушении мышления в психопатологии. В дальнейшем я бы хотела исследовать в чем же различаются параметры семантической связанности, то есть можем ли мы формально отличить метафору от лексических ошибок от индивидуальных особенностей речи и от клинических нарушений. А также мне было бы очень интересно заняться исследованием диагностика психопатологии на основе семантических параметров в частности на основе параметров семантической связности материалей русского языка. Спасибо.